В iPhone 13 Pro Max одна из лучших камер на рынке, но что если его сравнить со смартфоном в два раза дешевле, но с приложением Google Camera, которое добавляет постобработку от Google к практически любому Android смартфону. Проверяем. Всем салют, друзья, меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limits On, и сегодня мы сравниваем OnePlus 7 Pro, который примерно за 600-700 долларов продается на 256 гигов, и iPhone 13 Pro Max на 256 гигов за 1200 долларов. Отмечу, что я загрузил и RAW файлы, и JPEG файлы с OnePlus, и с Google камеры, и с обычной камеры, а также файлы с iPhone на облако. Ссылочку оставляю в описании, можете скачать и сами посмотреть, поиграть с файлами. Также я в описании оставил мод, на котором я работал, некоторые говорят, что он не идеальный, поэтому также оставляю ссылочку на подбор мода для вашего смартфона, чтобы вы выбрали тот, который лучше всего подойдет именно вам, так что заглядывайте в описании, там все ссылки. Итак, приступим к сравнению. Итак, iPhone у нас слева, и Google камера с OnePlus 7 Pro справа. И сразу нам бросается в глаза то, что эти картинки очень похожи. На iPhone чуть больше контраста, мы видим вот здесь более темные участки, а здесь у нас все-таки побольше деталей остается, но это именно контраст. Его, в принципе, можно задрать или наоборот повысить, понизить, в общем, все, что хотите, с ним можно сделать на посте, это не так страшно. То есть по динамическому диапазону здесь плюс-минус похожие истории, но давайте посмотрим на небо. Здесь явно больше насыщенности, но оттенки очень похожи, и если насыщенность здесь повысить на OnePlus, то будет примерно то же самое. В целом, по цвету тоже картинки реально очень близкие. Если мы приближаем, то мы видим немножко разные результаты, то есть вот здесь мы видим четко вот эти плиточки, здесь мы видим, что что-то странное немножко происходит, то есть как будто слишком много искусственной резкости накинуто, а еще у нас вот здесь странное пятно, то есть здесь прям совсем алгоритм не справился. Но с другой стороны, если мы посмотрим на вот эту надпись, или, допустим, на вот эти дома, вот эти тоже дома, то мы поймем, что, в принципе, наверное, все-таки с OnePlus картинка выглядит порезче и почетче, скорее я бы так сказал, но, по крайней мере, поприятнее глазу, хотя бы вот в этой части. Но вот здесь странновато выглядит. В общем, пойдем дальше. Стоит отметить, что снимали мы на основную камеру, что на iPhone, что на OnePlus, то есть 1X камера с наилучшим качеством, и, собственно, она единственная, которая поддерживается у нас в Google камере. По крайней мере, этот билд, этот мод, который я использовал. Что здесь видим? Очень похожи картинки, здесь, пожалуй, чуть больше фиолетового и магенты в кадре есть, а здесь чуть больше бирюзового или цианового. Но в целом выглядят оба кадра практически идентичны, опять же. Давайте перейдем к более крупному варианту, приблизимся в 4 раза, и вот здесь я вижу, что iPhone больше похож на рисунок, скорее, чем на фотографию. То есть здесь у нас больше искусственной резкости накидывается, и вообще в целом больше постобработки видно именно здесь. В данном случае OnePlus и Google камера, мне кажется, справляются лучше, но это на мой взгляд. Можете написать в комментариях, если считаете по-другому. Переходим к портретному режиму. Здесь у нас на iPhone, вы видите, больше размытия. На Google камере мы не можем на постпродакшене еще добавлять размытие, а на iPhone, соответственно, можем. Но вот с отделением от фона обе камеры хромают. Как вы видите, вот здесь у нас не отделилось от фона. Здесь очки заблюрились. Здесь совсем куска нет. Блюра, соответственно, на Google камере тоже самое. Раз, два, три. Здесь чуть лучше, но тоже не очень хорошо. Здесь резкость хромает, потому что у нас это кроп с основной камеры небольшой. Здесь основная камера полностью используется. То есть мы видим текстуру волос лучше. Вот здесь вот значок на очках лучше видим. И в целом больше деталей. В общем, iPhone будет получше в плане портретного режима, если вы сделаете 3-5 фотографий. И, как говорится, попадет алгоритм куда нужно. И отделение от фона сделает хорошее. Тогда можно получить кадр очень похожий на какой-нибудь портретничек с зеркалочкой. Почему нет? И еще один кадр у нас здесь очень похоже. Все практически только на iPhone чуть больше контраста, как вы видите. То есть более темные тени и более яркие хайлайты. Ну и, соответственно, опять же, тот же самый оттенок. Здесь чуть больше фиолетового и темно-синего. Здесь чуть больше бирюзового, цианового. Ну, скажем так, больше похож на реальную жизнь вот этот кадр с OnePlus. Но в остальном картинки очень-очень похожи. С этой стороны, если мы приблизим, то, опять же, iPhone выглядит чуть-чуть менее резким. Чуть более шумоподавление здесь проявляется. Ну, а здесь OnePlus выглядит в целом неплохо. Но, опять же, это надо приблизить сильно-сильно и прямо под микроскопом рассматривать на большом экране, как я сейчас на 27 дюймах 5К смотрю. В общем, это все мелочи. Следующий кадр. На iPhone мы опять видим больший контраст. Смотрите, здесь прям полосочки практически незаметны, тогда как на Google Plus они есть. Также вот здесь пересвет почти не наблюдается. На iPhone он уже прям близок к пересвету. Ну и цвет. Вот этот гораздо ближе к реальности, то, что я видел своими глазами. А здесь у нас все-таки все уходит слишком синий оттенок. Перемещаемся в здание. Ну, здесь разницы, прям скажем, практически никакой. Видно, что здесь чуть больше контраста. Опять же, здесь детали в тенях больше сохраняются. И если мы приблизим, то вот здесь на iPhone совсем какая-то жуть вокруг вот этой надписи получилась. Здесь все почище. Но, опять же, с этой стороны, мне кажется, выглядит чуть похуже, чем вот с этой. Хотя вот по деталям здесь вот деталей, мне кажется, меньше, чем вот здесь. В общем, ну, это уже такой технодрочь-технодрочь. Приближаем сильно-сильно. Ну, вы понимаете, что это все алгоритмы. Они сами решают, что делать резче, что темнее, что ярче и так далее. В общем, в данном случае отработал лучше, мне кажется, Google Cam. Еще один кадр с небоскребами. Но, опять же, все те же самые комментарии могу сказать. Ну, по мне, так они выглядят практически идентично. На этом кадре мне больше нравится именно цвет с iPhone. Больше деталей осталось у нас вот здесь в блистве. И, в принципе, оттенков больше. Здесь как-то все оттенки зеленого. Здесь зеленоватый, здесь зеленоватый, здесь зеленоватый. В общем, здесь по цвету iPhone лучше отработал. Но вот если мы приблизим, то по ощущениям на iPhone вот здесь больше мягкая картинка. И потом сверху шарп накинут. А здесь как будто бы больше деталей. Ну, по крайней мере, мне так это видится. И в этом кадре примерно то же самое. То есть, больше деталей вот здесь в листве. Больше цветовых оттенков в листве. И, соответственно, небо. Мне здесь тоже чуточку больше нравится. Больше похоже на то, что я видел своими глазами. Но более голубенькое. Здесь оно совсем серое получилось. Ну, в целом, опять же, все это докручивается, я думаю, вполне легко. В данном кадре, опять же, разница практически незаметна. Чуть больше контраста на iPhone. Но вот по цветам очень близко. По резкости тоже достаточно близко. Давайте приблизим. Ну, вот резкость совсем чуть-чуть получше. На iPhone, я бы сказал, вот здесь в кирпичах это лучше видно. Здесь немножко размылись они из-за шумоподавления. Но в целом, по цветам, посмотрите, насколько близко цвета здесь. Ну, практически неотличимы. Что меня очень удивляет. Кадр с концерта. Здесь он не очень честный, я бы сказал. Потому что свет постоянно менялся. Он динамический. Ну, давайте приблизим. Видим, что картинка с iPhone все-таки чуть резче. Хоть и выглядит как рисунок. Но здесь у нас уже совсем все мягенькое. Так что, наверное, в таких ситуациях iPhone чуть лучше себя покажет. Хотя, опять же, вот этот шум прям очень сильный и жесткий. Давайте перейдем к следующему кадру. Ночной кадр. Здесь нет ночного режима. Не использовался он. А здесь у нас был ночной режим с Google камерой. Как вы видите, больше динамический диапазон на Google камере в данном случае. Потому что у нас и здесь деталки есть, а здесь их уже нет. И в небе вот здесь веточки практически отсутствуют детали на iPhone. Давайте чуть приблизим. Здесь вот мы прям видим, что там есть еще что-то. А здесь у нас прям все белое. То же самое касается вот этого окошечка. Ну и веточки, соответственно, лучше прорисовались на Google камере. Здесь, как говорится, молодцы. Хорошо сделали. Переходим к следующему кадру. И здесь мы видим, что, опять же, они очень похожи. Но вот оттенки разные. То есть iPhone больше ушел в розовый вот здесь. А здесь у нас прям фиолетовый-фиолетовый. На OnePlus, по-моему, там как раз больше натурального фиолетового такого было. Вот. Но если мы посмотрим на текстуру, на тени, на все остальное. Ну, опять же, кадры супер похожи. Здесь их отличить будет почти нереально. Наверное, все-таки... Я не знаю. В общем, мне нравятся оба достаточно одинаково. В одинаковой степени. В данном случае оба кадра выглядят откровенно слабенько. Но зато на Google камере хотя бы небо у нас убито. И, соответственно, нет такого количества шума. То есть вы видите, что здесь прям шумная картинка. Здесь небо просто в черное увели. И, соответственно, выглядит лучше. Ну и в целом по резкости здесь получше. Скорее всего, рука дрогнула. И поэтому здесь такой кадр получился. Но в любом случае, именно по шуму лучше на Google камере. И ночной кадр. iPhone выглядит переконтрастным. Если честно, слишком-слишком много искусственной резкости. Мало деталей в небе. Ну, по крайней мере, так вот на первый взгляд выглядит получше OnePlus с Google камерой. Хотя вот эта область мне больше нравится на iPhone. Но если мы приблизим, то мы увидим, что обе камеры очень много применяют алгоритмов шумоподавления. И потом искусственной резкости поверх. Ну, вот здесь деталей, наверное, побольше в iPhone у нас осталось, чем на Google камере. В целом, обе фотки так себе. Если в Instagram загрузить хотите, то оба сойдут. Вообще разница. Никто никогда не заметит. Ну, а если хотите профессиональную ночную фотку, ну, тут уж, наверное, все-таки не телефон нужно использовать. По моему мнению. Ну, и поснимать селфи, к сожалению, не получилось. OnePlus 7 Pro конкретно с этим билдом Google камеры не работает там селфи-камера совсем. Поэтому пришлось снять две фотки селфи на обычное приложение камера. Одну почемнее, одну посветлее. Соответственно, там нет HDR в селфи-режиме. iPhone здесь поигрывает, как говорится, hands down. То есть на все 100%. Кстати, если хотите посмотреть сравнение стандартного приложения камера и Google камера на одном девайсе, то также ссылочку на это видео оставляю в описании. Ну что, друзья, как вы видите, в некоторых случаях Google камера действительно показывает очень неплохие результаты и вполне сравнимые с iPhone 13 Pro Max, который, на секундочку, все еще в два раза дороже. В различных версиях приложений и на разных устройствах, как вы видите, есть некие ограничения. В каких-то не работает ультраширик и телевик, в каких-то селфи-камера глючит, как в моем случае. Где-то будет получше noise reduction, так называемый, да, то есть шумоподавление. А в других будет резкость казаться более хорошей и правильной. В общем, все зависит от вашего устройства и конкретного мода, поэтому нужно здесь поподбирать. В целом, размер сенсора на смартфонах и так себе оптика все еще не дают отличных результатов, поэтому все смартфоны очень сильно налегают, так сказать, на постобработку и соединяют просто десятки кадров в один, чтобы получить хороший результат. И алгоритмы Google камеры в этом вопросе показывают себя очень неплохо. И, кстати, это бесплатно. Абсолютно. Так что это здорово. Что, друзья, что скажете, какой лучший билд и лучший смартфон для Google камеры вы знаете? И как вам вообще сравнение двухгодовалого телефона, который еще и в два раза дешевле, чем iPhone 13 Pro Max с самим iPhone-флагманом Apple? Делитесь своими мнениями в комментариях к данному видео. Если вам понравился данный ролик, то смело нажимайте на лайк, подписку и колокольчик, и это очень ценю. Также вот вам еще парочка роликов посмотреть следующими. Еще заглядывайте в Telegram-канал и увидимся с вами в следующем видео, друзья. Пока. Берегите себя.